Пропагандист Соловьёв внезапно для самого себя оказался обложен со всех сторон ограничениями, арестом имущества, да и вообще была даже информация, что и в Интерпол могут его подать. Поэтому на этой неделе Соловьёв, да и вся пропаганда были просто в ударе. Как раз обсуждали очень животрепещущий вопрос, так что же важнее, Инстаграм с его котиками или биолаборатории вражеские? А в этом вопросе ему со всей силы помогала спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, которую не то что послушать, ну и посмотреть, тоже зрелище в общем непередаваемое. Есть ли жизнь после Инстаграма и Ютуба, и что важнее, фото кошечек или биолаборатории? Они уже походу и Ютуб заблокировали, ну в своих фантазиях, они его уже похоронили. Доказательство жизни – наличие Соловьёва. Блин, с такими доказательствами ничего больше не захочешь. Такое ощущение, что действительно внезапно прорвалась жизнь по ту сторону бытия. Что это такое? Что это за кошмар в розочках? А вообще, подобным образом ставить вопрос, что важнее, фото кошечек или биолаборатории – это, конечно, уровень. Это даже не софистика. Что лучше, бутерброд с сыром или вечная жизнь? Это покруче будет. Это пропаганда. Суметь в одну абсолютно бредовую цепочку, которую он думает, что это как бы логично, сцепить блокировку Инстаграма. И вот эту чушь, которую они разгоняют про биолаборатории в Украине, которые там с помощью уток пытались там какую-то заразу куда-то занести. Причём утки были специальные, знающие, где Россия, очевидно, испытывающие негативные чувства в отношении России. В общем, вот этот весь бред. Она продолжается в разных форматах, в том числе и в Телеграм. У вас очень интересный канал. И у вас блестящий канал. Всё это, безусловно, крайне интересно. Это тот самый Телеграм, который со всех сил блокировал Роскомнадзор. Блокировал, блокировал и в итоге сам завёл себе канал в Телеграме. Очень полезный, очень удобный, кстати говоря, канал общения. Да, потому что не вашими кривыми руками создаётся. Создаётся людьми, которые понимают собственное дело. И главное, что они находятся тоже не в России. И не боятся, что у них внезапно отожмут бизнес, как предыдущие, которые они тоже создавали. ВК я имею в виду. Его, конечно же, купили. Но всем же понятно, как там было дело. А теперь они про Телеграм говорят так, как будто всё в порядке. Отличная платформа. Очень удобная, правда? А что ж вы не рекламируете ваши одноклассники с ВК? За счёт того, что американские платформы начали, как я считаю, информационно-генетические эксперименты проводить, в том числе над нашими гражданами. И это как бы нормальная ситуация. Ничего необычного. Никто не видит причин для вызова скорой помощи. Специальные бригады. Аудитория Телеграма? Мессенджеры социальной стены, знаете, как хотите. Аудитория Телеграма только за эти дни выросла на 40 миллионов человек. Всё позаблокировали, а теперь сами радуются своим же успехам. Ну что ж, правда, молодцы. Люди перешли в Телеграм, и это потому, что американцы что-то делают не так. Это же вы сами заблокировали, в том числе и Инстаграм. Вы вообще как бы в своём уме сами делаете, а потом рассказываете, что это всё они. Но интересно, что Захарову искренне удивляет, что люди переживают, что людям не нравится, что происходит. Она считает, что нет повода для беспокойства. Не надо так бурно реагировать. Какое количество панических, а я бы даже сказала истерических постов, блогов, видео, которые записывают блогеры, ютюберы и так далее, что вот жизнь для них закончилась. Девушка говорит, я всю душу вложила в Инстаграм, там моя жизнь, это для меня всё. Я понимаю, что это тоже творческий процесс, и это зарабатывание денег. И как любой труд, это должно оплачиваться. Ну послушайте, ну не душу же, всё. Она, конечно, понимает, что там в людей был бизнес, что люди туда вкладывали время, деньги, усилия. Это она всё понимает. Но послушайте, ну не душу же, да? Ваша душа вообще принадлежит такое впечатление Министерству иностранных дел. Если вы действительно понимали, насколько это для людей может быть ценно, дорого, да и сколько усилий было потрачено, может быть бы не стали, хотя, блин, они 100% всё понимают. Им просто наплевать на то, что для людей ценно. Какие были усилия и силы были потрачены. Плевать совершенно. Политическая надобность сиюминутная возникла. И всё, блокируют Инстаграм. А кому там что? Кто переживать по этому поводу будет? Да плевать. Да ещё и рассказывает, что не стоит так переживать. Это же практически демократичная ситуация. Фактически рыночные условия. Думаете, это бред? Это почти цитата. И самое главное, вы меня простите, я хочу сказать, что для как раз рыночной экономики и всего того, что процветало на Западе в качестве идеологии, либерализм свойственен как раз сменой направлений. Вы, наверное, знаете, уже помните, когда вы идёте по Нью-Йорку или по другим американским городам, приезжая туда регулярно, вы же прекрасно понимаете, что бизнес не стоит на месте. Сегодня открылось одно, завтра закрылось другое, поменяли местами какие-то представительства, офисы и так далее. Это нормально. Вы просто не поняли. Это всё нормально. А вы обратили внимание, как её перекосило в момент произнесения либерализма? Её чуть наизнанку не вывернуло мехом внутрь. Ну, объяснять блокировку Инстаграма тем, что это либерально-экономическая смена направления. Вы же, когда ходите по американским городам, по тому же Нью-Йорку, вы же знаете, что бизнес закрывается, открывается. Это что вообще такое? Это как-то связано с адекватностью и реальностью. Она считает, что закрытие бизнеса по каким-то рыночным экономическим причинам можно хоть как-то сравнивать с просто физической блокировкой. Да и ещё говорить в лицо Соловьёву, вы там приезжаете регулярно в Нью-Йорк, там гуляете по улицам. Это теперь точно нет. Это теперь навсегда нет. Лучше бы рассказала Соловьёву, что вы там регулярно приезжаете куда-нибудь в Ростовскую область, в село какое-нибудь, ну скажем, весёлое, и там гуляете регулярно. Вот это было бы более актуально. Ненормально, не надо деньги иметь. После школы я приходила в консульский отдел посольства и смотрела, как работает моя мама, она была на месте принятой. И для меня всё было чётко. Люди, у которых есть деньги, они соответствующим образом одеты, они занимаются неким делом, они путешествуют на самолётах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, они путешествуют как придётся. Они путешествуют автостопом, они соответствующим образом одеты, они ни на что не претендуют, они готовы спать, есть, ждать и так далее, на полу, в вагоне и так далее, и так далее. Ламина, ламина, ламина. Сещала мысль и вопрос относительно того, что это стало настолько доступно для огромного количества людей, что это больше не может существовать в том виде, в котором это существовало многие годы. Зарубежная поездка – это серьёзнейшее, ответственнейшее и очень рисковое предприятие. Нужно иметь, в общем-то, немалую такую сумму денег. Или неплохие связи. Ты можешь ехать отдыхать, вообще ты можешь отдыхать тогда, когда у тебя на это есть средства. И когда уж точно на тобой не висит что-то вроде там ипотеки. Войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьёзе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе сказать, с какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое сможет только придуматься. Нет. Всё, всё, что нажил непосильным трудом, всё же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание Дома высокой культуры быта. А?